Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава книги «Второзаконие» для библейского портала «Экзегет» Читаю перевод российского библейского общества Здесь продолжается разговор о том, зачем, собственно, нужна вся эта история с законом, с заветом Почему Богу не взять бы и просто не дать израильтянам жить так, как они хотят Вот много разных объяснений, и часть из них опирается на прошлое Вспомните, кем вы были, Господь выводит вас из Египта Это было, и будет все продолжаться Часть из них обращена к будущему И в седьмой главе как раз об этом будущем мы и прочитаем Вы придете в землю, которую Господь обещал вам, и вот это правило, по которым вы там будете жить А почему же это так важно? Когда Господь, ваш Бог, приведет вас в страну, овладеть которой вы идете И изгонит из нее множество народов Хетов, Гергашиев, Амареев, Хананеев, Перезеев, Хивеев и Ивусеев Семь народов, более многочисленных и сильных, чем вы Когда Господь, ваш Бог, отдаст их в ваши руки, и вы победите их То предайте их заклятию, уничтожьте Не заключайте с ними договоров и не давайте им пощады Не вступайте с ними в родство, не выдавайте своих дочерей замуж за их сыновей И не берите их дочерей в жены своим сыновьям Иначе они отвратят от меня ваших сыновей, и те будут служить другим богам Тогда Господь разгневается на вас и немедленно вас уничтожит Поступите так, как жертвенники разрушьте Их священные камни разбейте Дерево ашеры срубите, изваяние сожгите Ведь вы святой народ у Господа, вашего Бога Господь, ваш Бог, избрал вас из всех народов земли Чтобы вы были его драгоценным достоянием Вот, смотрите, мы встречали уже описание того Как израильтяне поступили радикально жестоко, я бы сказал С некоторыми народами, с которыми они воевали Уничтожив их полностью И здесь призыв к тому же самому Видимо, не было тогда у тех израильтян Другого способа полностью оградить себя Вот этого языческого влияния То есть язычество должно было быть уничтожено Вместе с его носителями, как, ну, наверное, там В 45-м году нацизм уничтожался вместе с его носителями Там, правда, поголовно, конечно, истреблялось Население Германии, но вермахт По возможности уничтожался полностью Вот это всегда нравственно трудный вопрос Как отделить зло от его носителя Тогда не отделяли Но самое главное, что здесь объясняется смысл этого действия Что нужно полностью отделиться от этих народов Иначе произойдет смешение язычества и единобожия Иначе так или иначе, рано или поздно Вот этот израильский народ просто растворится В окружающем языческом море И поэтому все это должно быть уничтожено Священные камни, дерева Аширы Это, собственно, женская богиня из вояния Потому что вы, святой народу Господа Для вас неприемлемо Это должно быть просто уничтожено Господь возлюбил вас и избрал не потому, что вы многочисленнее всех других народов Нет, вы самые малые из народов Но Господь любит вас и хранит верность к клятве, которую дал отцам вашим Вот почему Он увел вас сильную рукой Освободил из неволи и из-под власти фараона царя Египетского Знай же, что Господь твой Бог поистине Бог Бог надежный Он верен до тысячного поколения договору с теми, кто его любит и исполняет повеление его А всех, кто его отвергает, он покарает и уничтожит Без промедления покарает их всех Поэтому исполняй повеление, предписание и законы, которые я возвещаю тебе ныне Вновь эта идея, что Господь милует до тысячного поколения Как было сказано и в пятой главе, где приведен текст «Десяти заповедей» И, казалось бы, а какое отношение имеет праведность дальних предков К тому, что Господь милует человека от них произошедшего Ну вот, Он старается найти в людях хорошее Даже если они в них самих, то хотя бы в их предках И это тоже такой вот источник оптимизма, если говорить современным языком Что, на самом деле, даже человек, который, может быть, не думает об этом Он закладывает основы для отношений между его потомками и Богом Если вы будете повиноваться этим законам Если будете строго соблюдать и исполнять их То и Господь ваш Бог будет верен тому договору, что заключил Он с отцами вашими Он будет любить вас, Он сделает вас многочисленным народом И благословит, Он благословит ваше потомство и урожае вашей земли Ваше зерно, вино и оливковое масло Приплод коров, приплов овец и коз на той земле, которую Он обещал отдать вам Поклявшись в этом отцам вашим Вы будете благословенны, как ни один другой народ Среди вас не будет бесплодных мужчин или женщин И скот ваш не будет бесплодным Господь избавит вас от всех недугов Он не пошлет на вас губительные египетские болезни Вы о них помните, а пошлет их на ваших врагов Болезни имеются в виду те, которые постигли египтян Перед исходом израильтян из Египта И вот тоже такая мотивировка, которая вполне понятна И в то же время очень приземленно Исполняйте эти заповеди для того, чтобы вы получили от него благословение А ваши враги получили от него наказание И, соответственно, вот такие высокие мотивы, которые мы встречали в предшествующей главе Возлюбие Господа, сочетаются с самыми приземленными Делайте так, чтобы получить какие-то преференции в этой жизни И вот еще на тему народов, которые должны быть истреблены Вы истребите все народы, которые Господь ваш Бог отдаст вам в руки Вы не должны жалеть их, не должны служить их богам Это станет для вас западней Вы, возможно, подумаете, эти народы многочисленнее нас Как же мы отберем у них землю Но не бойтесь их Вспомните, что сделал Господь ваш Бог с фараоном и со всем Египтом Вспомните великие тяжкие испытания, которые вы видели своими глазами и знамени, и чудеса Вспомните, как Господь ваш Бог вывел вас из Египта рукой своей могучей и десницей простертой Господь ваш Бог поступит так и со всеми народами, которых вы боитесь ныне А еще он пошлет на них осиный рой И погибнут даже те, кто уцелел и спрятался от вас Осиный рой, когда он нападает, то все очень страшно и больно Не страшитесь, ведь среди вас пребывает Господь ваш Бог великий и грозный Вот смотрите, а здесь призыв не просто к истреблению этих народов Это уже проехали, да, с этим уже понятно Но к мужеству И оказывается, что для того, чтобы исполнить все это Нужно еще, ну, некоторое расположение души Некоторая сердечная твердость Я понимаю, что когда я это говорю То получается, что он призывает их заниматься геноцидом Сегодня это называется именно так Но вот в этом тексте действительно не отделено то, что мы считаем чем-то очень высоким и великим От того, что мы считаем низменным и приземленным И что в Ветхом Завете тоже, безусловно, присутствует И комментарии Но Господь ваш Бог будет изгонять все народы постепенно Вам не дано будет уничтожить их быстро Иначе там слишком размножились бы дикие звери Тоже вот не все происходит сразу Но движение именно в том направлении Господь ваш Бог дарует вам победу над этими народами Посеет среди них великое смятение И они будут истреблены Он отдаст их царей в ваши руки И вы даже имени их не оставите под небесами Никто не выстоит пред вами И вы истребите их всех Сожгите изваяние их богов Не берите себе от соблазнившейся серебра и золота Которыми покрыть эти изваяние А не то попадешь за подню Ведь для Господа твоего Бога это мерзость Не вноси мерзость в свой дом Иначе и сам попадешь под заклятие вместе с ней Пусть такая вещь будет для тебя отвратительной и мерзкой Это заклятая Вот когда заклятие предают целые города То мы можем спросить почему Но причина довольно ясна Потому что это язычество Потому что носители язычества Вместе с этими материальными предметами Которые являются языческими Они служат для израильтян Соблазном служат тем Что собственно подталкивает их к принятию язычества И поэтому точно так же Как нельзя вносить какие-то изваяния Какие-то культовые предметы Нельзя принимать те народы Которые там живут Еще раз скажу Что это не наша логика Что с нашей точки зрения Истребления это безусловно Некоторые недостойные действия Но Ветхий Завет с этого начинается Он постепенно восходит к тому Чтобы отказаться от этого истребления И до того, чтобы принять уже Учение Нового Завета О молитве за врагов Но до этого еще довольно далеко Для того, чтобы это однажды состоялось Важно приучить народ К пониманию закона К тому, что вообще есть какие-то правила Эти правила нужно соблюдать И дальше будет Вот в этой книге Второзаконии Очень много сначала Объяснений Почему это важно И только потом Какие-то более подробные Положения Ветхозаветного законодательства Ветхозаветного законодательства